Мы вместе 2017 лучший наставник года и финишная прямая юбилейной Иволги 2017. Как будущие токари оценили новый демонстрационный экзамен? Студент должен разработать технологический процесс у себя в голове, простроить его. И по чьему велению сортируются поезда. 45 минут назад, уезжаем за 617 стрелок, маршрут готов. Одна смена уже отработала, пришел черед второй. И так будет все лето. Прямо сейчас студенты-добровольцы колледжей Самарской области помогают жителям подшефтного Сакского района в Крыму. Ветеранам, многодетным семьям, всем, кому нужна помощь в быту или при сборе урожая. Проводят экологические акции, ухаживают за памятниками и мемориалами. Четвертая межрегиональная добровольческая акция «Мы вместе» 2017 соберет студентов 35 колледжей и техникумов. Всего более 300 ребят. Первая смена добровольцев уже помогла в проведении Дня России в селе Новофедоровка. Впереди еще два месяца полезных дел, помощи, море, солнце и уроков доброты. Помимо работы и отдыха, все участники акции пройдут добровольческую школу координаторов для дальнейшего развития системы добровольческого движения в Самарской области. Впервые в регионе прошел конкурс среди наставников молодых специалистов на предприятиях области в системе дуального образования. В системе подготовки рабочих кадров для авиационного и космического машиностроения. Участие в конкурсе приняли три крупных предприятия области. Участников оценивали прежде всего по работе их подопечных. В итоге победителем стал фрезеровщик пятого разряда РКЦ «Прогресс» Иван Ильич Зеленко. Второе место у наставника молодых фрезеровщиков завода приборных подшипников Сергея Ивановича Дегтева. В субботу в регионе завершился пятый юбилейный форум молодежных инициатив «Иволга-2017». Молодежь со всего повозков федерального округа представляла свои проекты в самых разных отраслях. Экология, инновации, предпринимательство, политика, культура, здоровье, СМИ, инклюзия и другие. В этом году работа конвейера проектов была изменена. Участники работали с экспертами в течение всего дня. Существенно расширилась география форума. Его посетили молодежные делегации из Франции, Швейцарии, Болгарии, Китая, Абхазии, Южной Осетии, Донбасса и Луганской народной республики. Иволга стала самой посещаемой площадкой среди региональных форумов. По итогам форума после работы с экспертами и всех доработок выбрали лучшие проекты, которые в скором времени с помощью полученных грантов поплатятся в жизнь. Новую форму выпускных экзаменов испытали на себе и будущие токари. Самарская область – одна из первых 20 регионов, которые проходят апробацию демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Россия. Когда помимо теории студенты должны доказать свою профпригодность и на практике. Принимают экзамены потенциальные работодатели, целая комиссия независимых экспертов, назначенных Союзом WorldSkills. Производство переходит на автоматизацию, поэтому сейчас с будущего токаря и спрос больше. Если раньше требовалось все больше токарей у универсалов, то сейчас они больше переходят на умственный труд. Знания математики здесь очень нужны. Черчение, геометрия и, естественно, технологии машиностроения. Потому что, чтобы написать управляющую программу, студент должен разработать технологический процесс у себя в голове, простроить его. Андрей Клименко – выпускник Поволжского государственного колледжа. Профессию выбирал с дальним прицелом, знает, как нужны сейчас хорошие токари. Для него в профессии сошлось все – и интерес, и престиж, и доходность. То, что в этом году пришлось сдавать не только теорию, но и практику, его не смутило. Все операции он уже проделывал сотни раз. Разве что нужно было приспособиться к стандартам мирового чемпионата. Требования здесь выше даже, чем в реальности. Если вы будете работать с мастер-камом, дается два часа. Из этих двух часов дается 25 минут на работу с мастер-камом. Вы делаете программу, проверяете резинку, настраиваете. Потом остальное время идет на привязку инструмента, заготовки, выставления и обработку деталей. Но когда приступает к работе, уже не до волнения. Да и со станками мирового уровня, говорит, работать – одно удовольствие. Но безграмотно написанной программой ни один самый умный станок работать не будет. Основное требование к выпускникам – уметь одинаково легко писать программой и со стационарного компьютера, и со стойки станка. Автоматизации производств или высокая востребованность, что влияет больше, сейчас сказать сложно. Но молодежь явно пересматривает свои взгляды на престижность профессии. Буквально 3-4 года назад мы набирали только по одной группе. Сегодня мы набираем 3-4 группы на поток. Плюс сейчас очень предприятия заинтересованы в таких специалистах. И сами студенты показывают пример. Михаил Воронцов в этом году стал победителем национального и евразийского чемпионатов по стандартам WorldSkills в компетенции токарной работы на станках с ЧПУ. Сейчас в Москве проходят отборочные испытания в российскую сборную уже на международный финал чемпионата. Такой экзамен в течение июня проходил еще в пяти колледжах и техникумах области по шести дисциплинам. Теперь вместе с дипломом выпускники получают и паспорта компетенции с количеством баллов. Пока демонстрационный экзамен проходит в пилотном формате, будут взвешены все за и против, но уже имеет все шансы закрепиться как стандартная форма аттестации. Систерны и полувагоны в сортировочном парке как будто движутся сами по себе, один за другим распределяясь на нужный путь. На самом деле любым их движением управляет мозг всей сортировочной горки, целый центр управления, диспетчер, операторы и тот, кто принимает решения, дежурный по сортировочной горке. На станции Сызран-1 это Дмитрий Николаевич Сясин. 45 минут назад, уезжаем за 617 стрелок в машину. Спокойствие первое, что необходимо дежурному по горке. Только так можно оставаться внимательным и собранным в любой ситуации и быстро принимать решения, от которых зависит работа всей станции. За 12-часовую смену Дмитрий Сясин должен вовремя и быстро распустить 1150 вагонов. Для этого одновременно нужно следить сразу за множеством факторов. Мне нужно слышать горочного составителя, который на горе работает. Нужно что делать в маневровом районе, что делать. Они запрашивают на производство разных работ и производить рост самому, следить за вагонами. Следить, как они скатываются в парк. В моем распоряжении тут стрелки есть, вагоны и замедлители. Так что оператор сидит по горке. Руковожу регулировщиками в парке прием. Ставитель на горе. Есть стрелка мотива. Все участники распуска вагонов от дежурного и диспетчеров до регулировщиков и составителей должны быть ежесекундно на связи. Дежурный, согласно сортировочным листам, освобождает пути в парке для перераспределения вагонов по поездам и организует сам распуск. У нас есть сортировочный лист, который размечен. Вагоны, на какой путь должны идти, следовать. Такой же сортировочный есть у составителя. Ставитель на горе расцепляет вагоны. Вагоны катятся с горки. Я и оператор горки готовят маршруты, производят торможение вагонными замедлителями. Ну, то есть сбивает скорость определенно. И дальше вагон копится под горой. А сформируется состав, его вставляют в парк прием и отправляют на назначение. На стандартные грузы 25 минут, на опасные не более 45. Все должно быть строго по инструкции, аккуратно и вовремя, независимо от обстоятельств и внешних условий. План распуска вагонов должен быть выполнен. Бывают всякие ситуации, нужно просто правильное решение принять очень быстро. Если не успеешь, может быть что-то произойти хорошее, проходит. Просто реакция, наверное, хорошая, сообразительность нужна. Так Дмитрий Сясин и работает изо дня в день уже 24 года. Свою первую самостоятельную смену в новой должности дежурного по горке вспоминает до сих пор. Зато сейчас 12-часовая смена пролетает как один миг. А сам он за годы еще и стал наставником и примером для многих успешных последствий новобранцев. Человек очень ответственный, добросовестный и очень добрый. Вот сколько я не работал с ним, ни одного брака при мне он не совершил. Поможет, подскажет. И даже было время, когда я у него стажировался, он обучал меня, рассказывал все тонкости работы на горке. Мы с Дмитрием Николаевичем работаем уже в одной смене больше 9 лет. То есть когда я начинала работать, можно сказать, он был моей поддержкой и опорой. Мне очень легко с ним работать. Вот это как раз тот случай, когда вот он немногословный, меньше говорит, а много делает. То есть я знаю, что... Ну то есть я за ним как за каменной стеной. Я знаю, что вот я там принесу разборку. Я знаю, что все будет вовремя, все будет четко, все будет так, как нужно. Дмитрий сам когда-то начинал с оператора горки. Сейчас в паре с ним оператором работает его сын Денис. Обучал всему сам, у него не схалтуришь. Поэтому и за будущую смену Дмитрий Сясин тоже может быть спокоен.